Жидковицкие сапропелли выходят на внешние рынки. Текавость белорусской продукции проявляются в Германии и излученных штатах Америки. Пробные апарты отрымали станучие воду, где и зараз истинуют у всей махчимости нарушивать экспорт. Как сдобываются жидковицкие сапропелли, где выкористовываются, а так само кольки их споживают на внутреннем и внешних рынках, доведался Дмитрий Котов. Это самое буйное озеро у Гомельской области, червоное. Ненавито тут знаходится, каля 80% запасов сапропелли в регионе. Сдобывать их начали еще в 70-х годах минулого ста годзя. Процесс, до речи, и сегодня, не глядяши на сушастное обсталевание, довольно складанный и долгий. С початку земли снарата життевляют добычу с одного озера, потом на протягу года проходят обезвоживание сапропелли в чеках. Это участки земли обсталеваны дренажной системой. Площадь чеков может досягать 3 гектаров. Кауза распродприемства «Житкович и химсервис» заденитшее 50 таких участков. Их распроцовкой, случайно, начинают заниматься поздней весной, альбо на початку лета. Головное, чтобы максимально поспело подсохнуть хлеба. Сама заготовка – это тоже продолжительное время, потому что чеки с весны, вы сами знаете, снег, дожди, все это, они не высыхают так, как нужно. Мы начали работать по старой технологии, как раньше работали. Мы запускаем гусеничный трактор, начинаем их утаптывать, чтобы влага больше ушла в землю. Потом начинаем чистить их от растительности, если растительность успела, а она успевает. Чистим от растительности еще это. И потом только начинаем уборочные машины слоями снимать сухой слой сапропелля. Далее сапропелли накеровываются на вытворчую базу для кончатковой опрацовки. Тут они могут заховываться до 10 годов. Приезжают машины, они взвешиваются, затем сапропелли уезжают либо под навес, либо они сбортуются в бурты, там они хранятся. И потом по мере необходимости мы эти сапропелли берем и используем для производства. Сапропелли долгий час поспехово выкористовываются у земляробств, нафтоздобычи и медицины. Основный споживец жидковицких сапропелля – у Беларусьнафта. Продукция выкористовывается в буровых растворах. Так само ей активно набывают сельские господарки для повышения уродливости глибы. Повный час попыт истовывал только на внутреннем рынке. Однако с минулого года снова начали звертаться замежные покупники. Последние два года мы намываем это в сухом виде уже сапропелли. 15 тысяч, 16 тысяч тонн в сухом виде сапропелли. На Беларусьнефть у нас договор подписан уже второй год подряд на 7 тысяч, 7,5 тысяч тонн в год. Ну и другие, которые мы находим, ну партнеры наши, но более такие мелкие. Около 5 тысяч тонн забирают. Кто-то на грунты берет, кто-то за границу также брали. У нас на Америку брали, на Германию брали сапропелли. Пробные парты, накерованные у Германию и США, отримали становшие водгуки. На нарушивание экспортных позиций некольки поплывала пандемия. Однако зараз бизнес снова начинает оживать. И на предприемстве Житкович и Химсервис упевнены, что мясовые сапропелли станут популярными и за мяжой. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель», Житковицкий район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова